Прерванный полет мыслями министра Орешкина Политика 7 марта 11 Прерванный полет мыслями министра Орешкина Правительственный час в Государственной Думе в минувшую среду окончился, можно сказать, толком и не начавшись. Министры экономического развития Максима Орешкина фактически согнали с трибуны причем не кто-нибудь, а председатель парламента Единоросс Вячеслав Володин. Володину очень не понравилось, что министр Орешкин не смог назвать точную сумму, которая будет направлена в регионы в рамках реализации национальных проектов и программ. По какому объему состоялись конкурсы и, соответственно, когда начнется реализация поручений президента, его послания Федеральному собранию, поинтересовался спикер. В ответ Орешкин откровенно сообщил, что лишь 15 февраля заключены соглашения по нацпроектам на федеральном уровне, а до регионов они еще и не доведены. Он мог бы добавить и про недавнее президентское послание Федеральному собранию, где Путин инициировал множество затратных проектов. Но лишь намекнул, что налоги уже повышены в начале года, но на эти проекты не рассчитаны. В общем, президента и впрямь лишний раз упоминать не стоило. О прерванный правительственный час хотя и почти сенсация, но не такая уж неожиданность. Из тех данных, что Орешкин все же успел озвучить с думской трибуны, следует, что правительство прогнозирует понижение цен на нефть, ослабление рубля, а также обещает, что темпы роста ВВП во второй половине нынешнего года вернутся к 2% после резкого замедления в первой. Однако каким образом это произойдет, не ясно. Да даже если и произойдет, 2% роста никак не соответствуют громадью заявленных Путиным планов. Иными словами, вольно или невольно, но выступление Орешкина выставляло и нацпроекты, и последние инициативы главы государства несбыточным прожектерством. Можно сказать, дискредитировало национального лидера. Возможно, лучше нам перенести правительственный час, вам встретиться с фракциями, обсудить эти вопросы дополнительно, затем прийти и предложить нам варианты развития, что нужно, чтобы выйти на рост, который обеспечит в 2021 году 3%. Нам необходимо строить разговор совершенно конкретный. Исходя из задач выполнения национальных проектов помесячно, предложение Володина явно не допускало возражений. Министр Орешкин и не возражал. Он даже пообещал в следующий раз лучше готовиться к выступлениям в Госдуме. Следующий раз будет уже очень скоро в конце марта. Так что совершенно непонятно, что может измениться за такой короткий срок. Беспомощность и некомпетентность в профессиональных вопросах Орешкин демонстрирует уже не впервые. Но, справедливости ради, министр просто ретранслятор правительственной политики, которую формулирует отнюдь не сам Орешкин. Потому в его обещаниях звучат не только оправдательные нотки, но и обида. Его-то, мол, за что? Как за 20 минут рассказать и про все нацпроекты, и в целом обо всем, если само правительство еще не определилось. Но почему-то по отношению к премьеру и руководителю Р. Дмитрию Медведеву, который, как и другие министры, приходит в парламент раз в год и не для отчета, а исключительно для галочки, вопросов и претензий не было. И уж тем более не было таких претензий к самому президенту, который и формулирует социально-экономический курс, а также формирует правительство. Но самое показательное, что у Кремля тоже никаких претензий ни к правительству, ни конкретно к Орешкину. По крайней мере, если пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выражает мнение Владимира Путина, а не несет поргу. «Это только что, наверное, было, поэтому мы не имели возможности смотреть это все непосредственно в прямом эфире. Я просто не могу точно сказать, но в целом рабочий процесс. Конечно же, требования в Думе высокие, а тема нацпроектов сложная, там требуется конкретика», – прокомментировал он сорванный Володином и Орешкиным правительственный час в парламенте. Что же, если в Кремле полагают, что кадровые требования в Единороссовской Госдуме высокие, это означает, что у президента они куда ниже. В таких условиях абсолютно бессмысленно возмущаться невыполнением президентских поручений, ибо это невыполнение и запрограммировано изначально. Екатерина Польгуева Субтитры создавал DimaTorzok